Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Значит, общаюсь с парнем уже месяц непрерывно. Он старше меня на 6 лет. Поначалу общение шло не очень хорошо. Говорили просто ни о чем. Не было тем для разговоров. Позже все стало налаживаться, начали понемногу открываться друг к другу. Вчера он рассказал мне о своей жизни, о печалном прошлом и чуть позже собирается рассказать еще. Я была приятно удивлена, что он рассказал мне все это. Значит ли это, что он доверяет мне? Как я могу его поддержать? Мне кажется, он торопит события. Как мне этого не допустить? Такой вот вопрос. Ну, первое, что хочется, наверное, спросить. Вот так, несколько глобальных хочется спросить у вас. А чем вызвано, чем продиктовано, чем продиктован вообще ваш вопрос? То есть, почему вы вообще начали опасаться, ну, чего-то в этой ситуации? То есть, откуда появился, ну, откуда появился вот этот, у вас вот эти какие-то, так скажем, сомнения, да? Это первый момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Как мне кажется. А второй момент. Значит, почему вы решили, или лучше, может быть, сказать, как вы пришли к тому, что вы не можете поддержать человек? Так, сказать, что это откуда у вас, вот эта вот такая, если угодно, неуверенность в себе. Неуверенность в собственных силах, вот, ну, сомнения, да? И так далее. С чем это связано? Всегда ли так было у вас или случилось это? Только, 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 ну, только сейчас, вот, только, ну, в этот вот промежуток, чтобы встречались, встречались, или встречались, общались с, ну, мужчиной. Вот это вот, на мой взгляд, очень интересно, потому что, неуверенность в себе, да, это вот, собственно, проблемы, как мы понимаем, и проблемы в общем и целом. Поэтому мы это нужно решать, вот, каким образом, да, через повышение самооценки, да, развитие, через развитие доверия себе, вот, ну, и так далее. То есть вариантов здесь довольно-таки много, много, скажем так, ну, много разных вариантов, вот, поэтому нужно это тоже исследовать, вот. Дальше. Дальше. Если вам кажется, что человек поработает события, то, на мой взгляд, ему нужно об этом сказать, что, дорогой, вот, измени, ты движешься, движешься немножечко не в том темпе, да, не в том ритме, который мне, ну, комфортен, грубо говоря. То есть я бы хотел, там, немножко, ну, немножко, помедленнее, немножко помедленнее хотелось бы продвигаться, вот. Говорить об этом человеку лучше сразу, вот, там, потому что, ну, вот, в противном случае могут быть, проблемы, да, то есть мужчина, например, может казаться, что вас не устраивает, а на самом деле, вот, ну, на самом деле вас не устраивает. И мужчина может, опять же, казаться, что все хорошо, то есть, ну, вот, какое-то есть понимание, да, друг другом у вас, у вас. А на самом деле вы, вот, немножечко, уже разошлись в темпах и так далее. Значит, что еще хочется сказать. Хочется предостеречь, значит, ну, в какой-либо степени от того, чтобы строить общение только на раскладах каких-то истории из своей жизни. Ну, и, из вашей, или его, не так, это важно. Вот. Почему? Потому что это создаёт иллюзию того, что вы, ну, общает, создаёт иллюзию того, что у вас есть, ну, коммуникация. Вот. А на самом деле этой коммуникации, да, может не быть, или она может стоять на месте. Поэтому я бы рекомендовал вам, да, не про доверие, здесь говорить больше, а про получение совместных впечатлений, да. То есть, ну, вот, нового опыта в совместной борьбе. Вот. Ну, не мешает, конечно, прислушиваться к себе, вот, к тому, что вы чувствуете, ну, по отношению к этому. К молодому человеку, да, замечать себе какие-то, ну, изменения. Если, если, если они, если они есть, да, если они, как-то вот, о себе дают знать. Вот. Ну, в целом, сейчас, на мой взгляд, вы больше производите впечатление человека, который просто волнуется, и который просто не уверен в себе и не привык к себе доверять. От чего, от чего вы говорите про, про его доверие, если вы спрашиваете, доверяет ли он мне. Это не так важно, потому что сегодня человек вам доверяет, завтра человек вам не доверяет. Вот. Могу вас заверить, что это совершенно не так важно, как то, доверяете ли вы сами себе. Вот. И если доверяете сами себе, то, 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 как, то есть, ну, ну, буквально, как это проявляется, то, что вы сами себе доверяете. А вот, как раз таки, на мой взгляд, себе вы сейчас не доверяете, потому что, вот, с одной стороны, вам хочется, эээ, ну, сближения, да, какого-то человека. Вы радуете, другой стороны, вы боитесь, вот, боитесь, ну, я так понимаю, себя, себя, эээ, себя как-то не защитить, да, боитесь, а не, как-то вот, ну, проворонить этот момент, вот, и, значит, что, ну, сделать что-то, что-то плохое. Наверное. Вот, поэтому, вот, поэтому, что здесь нужно сделать, нужно, эээ, нужно работать с личными границами, да, чтобы, вот, не было таких, ээ, неприятных историй, чтобы, ээ, чтобы были, ну, уверены, эээ, в том, что, эээ, как вы, как вы действуете, в том, чего-чего, эээ, эээ, чего вы, там, хотите, вот, ну, и так далее, вот. Эээ, на мой взгляд, скромный, на мой скромный взгляд, эээ, события, эээ, события, хочется пропить вам, вот, вот, конечно. Эээ, первая мысль, такая, эээ, возникла именно у вас, и, поэтому, мне кажется, что, мысль о том, чтобы, ну, пропить события, это, значит, принадлежит вам, но вы ее отпрыгаете, вот, и присваиваете человеку. Ну, это нормальная реакция для того, кто боится упряжения. Я думаю, что, имеет, имеет смысл, вам, эээ, заметить, эээ, что для вас означает, эээ, то, что, ну, вот, то, что, человек, с вами, идет, на, ну, на сближение, да, эээ, вот. То есть, я, то есть, я бы, вот, наверное, эээ, как-то, вот, на этом все-таки, постарался, да, обратить внимание, чтобы не быть внешне заинтересованной, а, в этом, в этом самом, сближении, вот, и, чтобы быть независимым по возможностям. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свою работу. Всего самого доброго. Спасибо.